Всем привет! С вами Денис Мейджор. Сегодня вторник, я играю в игры с Марио. Мне давно просили записать какие-нибудь хаки с Марио. Ну что вообще это такое хаки? Ну это когда брали всякие хакеры и вообще кому не лень, кто это умеет делать по крайней мере. Брали игры с Марио и что-нибудь в них меняли. Иногда меняли просто персонажей, там вместо Марио какой-нибудь другого персонажа. Иногда меняли вид самой игры, а иногда вообще придумывали и собственные уровни, этакий Супер Марио Мейкер. Поэтому я себе скачал большую подборку хаков с Марио. У меня правда не все работает из них. И естественно даже все, что работает, мы все равно сегодня не посмотрим. Но посмотрим некоторые, как мне кажется, довольно интересные моменты. Хак Супер Марио Броса Марио из Дэд. И мне предлагают играть за Луиджи. Начинаем первый уровень. Так, ну вот первый уровень сразу уже, да, совсем не похож. И почему не умирает, почему не умирает эта штука? Так, ну ладно, идем сюда. Что? Я сразу... Марио из Дэд. А, слушайте, а там смотрите, справа вверху воздух. То есть как бы здесь у меня что, воздух заканчивается? Так. Ага, из кустов вылезает. Кстати, да. Получается мы с этого Марио из Дэд найдем много интересных идей для какого-нибудь уровня в Супер Марио Мейкер. Опа. Так, вот я не люблю прям этих черепах. Их тут еще и постав... Что? У меня уже гейм-овер? Что, серьезно? Я так привык, что когда играешь в Супер Марио Мейкер, гейм-овера как такового нет. Особенно, когда ты просто проходишь уровень. Там не играешь в подборку какую-нибудь. Так. Ааа, нет, я опять попался на эту черепаху. Как же пройти-то? Ааа, так. Прыгает. Ааа, я не успел прыгнуть. Я не успел нажать на кнопку. Кстати, помните, я все время жаловался, что у меня вот эти старые игры иногда бывают... О, я дошел до чекпоинта. Забавно. Ну так вот, я жаловался, что у меня старые игры, они как-то не плавно работают. Не так плавно, как обычно, как они должны работать. В общем, я нашел, кажется, решение. Дело в том, что HDMI-порт моего MacBook'а, он не выдает 60 кадров в секунду, он выдает только 30. Чтобы играть в 60 кадров в секунду, нужно... О, я наконец-то взял себе модификатор, могу себя чувствовать все более уверенно. Так вот, чтобы получить 60 кадров в секунду, и как мне теперь быть... Нужно использовать порт Thunderbolt, и я уже заказался без него переходник на Алиэкспрессе. Ну, посмотрим, как он приедет. Так, ну вот здесь, вот здесь же реально, там даже если бы я слева туда запрыгнул, у меня бы не было возможности... Так, ну ладно, вот, смотрите, то есть, окей, я зап... Окей, сейчас, 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 сейчас... А получается, если я не запрыгнул, то... Ну вот. Но дальше-то я не могу запрыгнуть. У меня нет никакого пути, как запрыгнуть дальше. Ладно, переходим тогда к следующему хаку, не будем на этом долго останавливаться, все-таки это не Супер Марио Мэкер. Смотрим, что еще на лояле хакеры. Соник Марио Брос. Марио Брос, где, видим, у нас Соник. Так, а вот уровень, правда, тоже совсем не самый первый, да и Соник, честно говоря, на себя не похож. И, кстати, вот этот подводный уровень я видел в некоторых хаках, то есть, они, видимо, почему-то любят хакеры, именно вот этот. А, подождите, я понял, это, это уровень 4, этот самый, 4-4, уровень 4-4, но под водой. Вот в чем фишка. То есть, с подводным этим самым, как, да, да, вот он, вот он. Но это не ежик, это же совсем не ежик, и врагов на этом уровне не было. Хорошая работа Соник. Ага, Соник получил этот, бра, этот алмаз хаоса. Все, все, это все, и все, и нам не дали Соником побегать. Ладно, тогда идем дальше. Супер Линк Брадерс назывался этот Ром, и мы видим, что вместо Супер Марио у нас здесь Линк. Линк из серии игры Legend of Zelda. В такой, как он выглядел в самой первой игре Legend of Zelda на... А, и во второй, на, собственно, оригинальной NES. Был вместо Гумбы Акторок. Да, вот они, Актороки. Так, а здесь есть гриб-жизнь? Есть. Грибы-жизнь. Переделанное сердечко, Карл. Я бы сейчас узнал, как выглядит переделый цветочек, но я его потерял. Ну, у нас здесь первый уровень из Супер Марио, видите, да? Вот, то есть так как... О, меч, меч. Линк кидается мечом. Ну, вот там даже есть логика, кстати, да. Конечно, я этого не понимал, когда ты швыряешься, они вообще не заканчиваются, что ли? Вот. Посмотрим, что будет дальше. Здесь можно даже пару уровней пройти. Ах, не смог прыгать нормально. Идем дальше, посмотрим еще парочку уровней. Просто забавно, как их сделали. Как сделали всю эту графику. И видели там флаг с элементом Трифорса. Так, ну... Ну, музыку, кстати, тоже могли бы переделать. То есть, что, они переделали графику и не стали переделать музыку. Интересно, кстати, аварт. Ну, в смысле, если я сейчас пойду вот на уровни выше. Сейчас возьмем вот так вот. Ах, нет, так не возьмем. Вот это я лопух. Да что ж такое? А главное, что это остается от них? Так, вот я задержался, и это было очень плохо. Так, нет, все-таки я хочу в варп зайти. Я сейчас зайду в варп. Просто, ну, мне интересно. Мне интересно, что там будет возможность перейти, ну, там, на четвертый уровень. Будет или нет. Да, да, на четвертый прямо перейду. Вот. Вот так прям сюда сразу зайдем. И идем поверху. Здесь гораздо проще идти, в принципе, здесь можно было еще по низу. Все равно есть шанс попасть в варп. Но, тем не менее, здесь безопаснее как-то. Все. И мы попадаем в варп. Да, действительно, есть варп. То есть, получается... Ну-ка, идем. Да, работает. То есть, получается, переделали только графику. Не скажу, что выглядит. Это что там? Это... А, это летучая мышь. И что она... А, этих врагов я тоже знаю, да? Ну да, очень много врагов из Legend of Zelda. То есть, это такая... Такой Super Mario для фанатов Зельды. То есть... Ах. И главное, все время забывай, когда я играю в оригинальный Марио, что здесь же модификатор... Сразу все модификаторы пропадают. Если ты даже с цветком, то ты все равно становишься маленьким Марио. Ну, в данном случае, маленьким Линком. Но Линк-то он... Хотя нет, есть одна часть Legend of Zelda, где Линк вырастает. Как минимум одна. Это Ocarina of Time, где он сначала играется маленьким Линком, потом... Ну, подросткам. И потом уже можно переключаться между этими двумя временными отрезками. Так, ну ладно. Мы уже, наверное, посмотрели... А, давайте до замка дойдем. Сейчас я быстренько дойду. Быстренько. Я дойду до замка. Я решил для экономии времени просто перезапустить игру и дойти быстренько до уровня 1.3. Ну и чтобы заодно посмотреть и 1.3, и 1.4. В уровне 1.3 у нас, напомню, вот эти всякие грибные стойки, которые... Которые у нас, ну, просто, в общем, такая простенькая полоса препятствий. Из серии нужно все пропрыгать. Кстати, слушайте, надо побольше таких уровней наделать в Super Mario Maker. Просто ради воспоминания о вот этих старых временах. Конечно, надо будет сделать уровень гораздо длиннее, чем то, что я сейчас увидел. О, вот. И сейчас смотрим замок. Замок короткий. Ну, замок даже не стали перерисовать, я смотрю. Последнее, что нас здесь интересует, это перерисовали ли Боузера. То есть, как у нас выглядит Боузер, как Гонандорф все-таки. Или как Боузер. Потому что остальное ничего не изменили. А, ну, можно сказать, что один из образов Гонандорфа. Хотя, больше он даже на этого, на... Как они, по Кобленной? Нет, забыл. Забыл, как их называют, которые вот эти свиньи или Боузера все-таки. Кто это? Это тот мужик, который меч в самом начале давал. Ну, да ладно, давайте перейдем к следующим хакам. Super Mario Bros. Terror of the Night. Назывался у меня этот файл. Здесь, правда, этого названия нет, но я не мог пройти мимо. И я вижу совсем другой уровень. И ночной, кстати. Видим ночные уровни. Ну, как в старое время, когда не было еще освещения в компьютерных играх, ночь отличалась от дня просто цветом заднего фона. То есть, сейчас, конечно, когда в играх делают ночь, то эта ночь уже сделана освещением. И из-за этого иногда видно хуже. А раньше, ночь не ночь, видимость всегда была хорошей, потому что не было работы с освещением. То есть, вроде бы, работа с освещением это технологично, но видно хуже. Особенно, когда вы играете на портативной приставке где-нибудь в автобусе во время яркого солнечного дня. Особенно зимой, когда солнце сбоку. То есть, когда летом оно еще наверху еще ладно, а вот зимой... А, нет, ну тут же вообще я должен был допрыгнуть. Так, надо пройти и посмотреть вообще что-то... Ай, жизни что-то мало. Так, а я здесь вообще перепрыгнул? Так, перепрыгнул. Ага. И здесь гриба нигде нет. Или он где-то там был? Ладно, не помню, неважно. Вот, вот это место здесь я запоролся. Так, опуститься здесь нельзя. А, это что? Да, слушайте. Здесь смотрите, как нужно. Здесь нужно прыгать из ключи! С того кубика! То есть... Ну-ка, подождите. Я иду, уюту, сейчас пройду. Что за ерунда это? Сейчас возьмем, как... Как я делаю это? Вот так вот. Даже в 30 кадров в секунду. Хотя, конечно, в 60, да... Это гораздо удобно! Вот разгона не взял. Кстати, в Super Mario Maker действительно проще. То есть, в старых играх, и в частности в Super Mario Brothers, чтобы сделать разгон, нужно было какое-то время пройти. То есть, ты не сразу, когда зажимаешь вот кнопку бега, бежишь, а спустя какое-то время. То есть, он как бы... Ах ты ж... Гадкая купа-трупа. То есть, он набирает скорость. И через какое-то время начинает бежать. И поэтому сразу вот так вот нельзя было сделать, что ты, типа, только нажал и уже побежал. Поэтому приходится разгоняться. В том же Super Mario Maker, в принципе, там тоже нужно брать разгон. Ну, то ли мне кажется, то ли разгон действительно нужно брать гораздо меньше, чем... Да, вот, я прошел это место. Просто я решил убрать, вырезать то, что вам, ну, в дальнейшний раз это самое одно и то же показываетесь. Так, ну и мы просто посмотрим второй уровень, самое начало. И перейдем уже к следующим хакам. Это уже сколько можно. У меня уже, мне уже геймпад пора менять, потому что у него уже кнопки плохо нажимаются. Кстати говоря, на Алиэкспрессе довольно дешево заказывать эти резинки для геймпадов, чем я сейчас уже начал пользоваться. То есть, я тут решил себе геймпад для PlayStation 4 сделать красивым и заказал в него кучу всяких штук. Кнопки разноцветные. Ну, не разноцветные, скорее, цветные. Разноцветные как-то, через что-то. Ну, вот, прям, смотрите, у Super Mario Maker делали уровень. То есть, я таки... Ааа, что? Да, чуть не упал. О, о, вот такие... О, слушай, что таких уровней не было? Так. Чего таких уровней не было в старом Марио? То есть, мне этот уровень, честно говоря... Вот именно этот. Хотя, предыдущий тоже, да. Он мне даже нравится больше, чем оригинальные уровни из Super Mario. Ну, вот так вот. Так. Ага. Чуть не упал. Ох. Я это прошел? Я это прошел. Слушайте, тут прям как Super Mario Maker прям. Прям, ух. Да. Надо, наверное, знать еще. Надо, наверное, как-нибудь мне вот во вторник в играх с Марио записать Super Mario Lost Levels. Там просто реально сложные уровни. И, ну, должно быть интересно, учитывая, что... Что вот эти уровни интересно проходить. Ааа, так. Где? Где? Платформа должна приехать. А, вон она где. Так. А следующий замок должен быть, да? Так, не, ну я так перепрыгнул. Здесь должно хватить. Так, так, так. Куда что... Что-то меня то ли проглючило, то... Аааа! Вообще... Как-то... Как так случилось? Я одна жизнь осталась. Жизнь брать не откуда-аа. Так, падай, гумба. Кажется, у меня сейчас будет геймойр. Ну ладно, если будет геймойр, я просто перейду к... Да, ладно, переходим к другим хакам. Super Mario Bros Enchanc'd. Типа, расширенный Super Mario Bros. И что мы здесь... Опять! Что здесь расширенного? Ну мы здесь видим, да, ну окей. Марио из Super Mario Bros 3. Немножко, правда, в других цветах, но да ладно И уровень 4.4, хотя и, да, нарисованный как Super Mario Bros. 3 Но, ну, нет, ну чё все любят этот 4.4 и, главное, именно подводные Я помню, у меня вот когда был картридж, да, там вот этот 1000 in 1 9999 миллионов, 999 in 1 Там были тоже всякие эти вот хаки И там, да, были уровни, которые ты видишь в обычном режиме, ну, в обычной игре Но хакнутые, там вместо них ночь или вместо них замок Ну, в смысле, наоборот, скорее, да, там подводное место обычно Всё, давайте дальше Super Mario Bros. Remix, The New Adventures, Made with Huawei Editor Короче, много всей инфы нам пишут, которые, мне кажется, лишние Снова у нас Марио из Super Mario Bros. 3 И вообще график из Super Mario Bros. 3 Такая клёвенькая, чистенькая и всё такое И другие уровни, хотя вот этот уровень, на самом деле, он похож На шо ж вы любите этих дурацких черепах-то все Разработчики уровней Ещё он чем-то мне напоминает вот то, что мы только что вот перед предыдущим проходили Откуда здесь это? Вот так вот, ну ладно, всем Интересно, в чём смысл вот такого паттерна? Ну вот, а в Super Mario Bros. 3 можно было назад возвращаться Можно ведь было, да? Я ж ничего не путаю Ну ладно Ах! Кто? Откуда оно там взялось? Что это? Ах! Жестоко Так, здесь был где-то гриб Слушайте, мне точно надо джойстик менять Он прям уже скрипит Ааааа и весь это самое Надо обратно перейти на геймпад от Xbox Я вот через переходник подключаю Который тоже На Алиэкспрессе заказал Вот это прыгнул Ааа, вот так вот мы это сделаем Я так и знал, я так и знал Я знал прям, что оно там будет Но он надеялся, что не будет С геймпадом от Xbox есть другая проблема Геймпад от Xbox, у него крестовина плохая То есть, платформеры тоже не очень удобно играют То есть, геймпад для Xbox делался для шутеров Для вот такого плана игр А, вот подождите, здесь же у нас гриб Я вспомнил, я вспомнил Вот, но не для Я же, я же Так Ага, тогда мы сделаем вот так И вот так И здесь сделаем то же самое Уйди от меня Ага, ага Ага, вот какая подстава, да? О, здесь вот так вот можно опуститься Не буду ничего собирать Жизнь, конечно, но мне же не всю игру проходить Вот так вот мы сделаем Это мне что-то напоминает Это мне напоминает Некоторые уровни Супер Марио Брос Фух, я прошел все-таки уровень Да, клево Клево, как Супер Марио Мейкер, да Ух, давайте дальше, давайте Заходим в трубу Какая-то она немножко странная Не только по цвету Там у нее как-то Не все прорисовалось Так, ну и уровень Пещеры Пещеры какой-то фиолетово-кислотный какой-то Видимо, что-то Пещера какая-то радиоактивная Вот смотрите Но много элементов Вот видите, вот эта штука Это в уровне 2-1 было 1-2 В уровне 1-2 В оригинальном Супер Марио Бразерс Была вот точно такая же Штука С монетками А если бы я дальше прошел все Как бы я умирал Да что ты за гадская черепаха такая Так Ну, на самом деле, конечно Я хотел другую сторону прыгать Взяли гриб Так Нет, 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 нет Нееет И не получилось Ну ладно Что там еще У меня гейм овер Ладно, переходим дальше В следующем хак Тайм атак Супер Марио Браз То есть, типа Супер Марио Браз На время И я пока вижу А, подождите Это не общее ли Ну там, видите Время 880 Это не общее ли Время на весь Супер Марио А это как? Это что? Или это специально расставлено Чтобы человек Это Ну, пробегал именно так Так, это же уже Это уже второй уровень Оригинально И то есть, они Ах, нет Я хотел сюда пойти Так, ну придется И вот это всегда работало Неприятно Так, и откуда мы начинаем? С самого начала начинаем Так, ладно, берем Берем гриб Берем гриб Берем гриб Все, и побежали Побежали Время, время Время не ждет Время не ждет Так Сейчас я знаете, что сделаю? Я сейчас вот что сделаю Сейчас возьму И пойду Пойду Вот Попробую снова В варп Как бы в варп пойти На самом деле нет Хотя, может быть и да Почему нет? Если у меня здесь Хотя мне сейчас раз и поставят какой-нибудь блок Как там И не смогу дальше пройти А, будет весело Они издеваются Я же умереть Не могу Я не могу здесь умереть Да, слушайте Джойстик прям уже Фу Прям уже хоть Не знаю Меня его Или что Хотя вроде не сказать Что он Нет, он старый Да, да Старый Старый Кстати Напишите в комментах Какие вам нравятся больше джойстики С Такими металлическими Мембранами Или с резинками Мне, честно говоря Больше нравится все-таки С металлическими Мембранами Потому что они Меньше выходят из строя Хотя их, как правило Металлические мембраны Стоят на портативной Консоли Ну и то не на все Например Диеско Обычная Она на Резинках А вот Например Геймбой Он на металлических Мембранах Там кнопки Но у Геймбой Мне больше нравится Из-за этого кнопки Ну плюс Металлические мембраны Они на самом деле Не так сильно Изнашиваются Как резинки Потому что резинка Если износилась Ну надо менять резинку С другой стороны Заменить ее проще Чем металлические мембраны Потому что Так, а это по-моему Опять с первого уровня Нет, это вообще Это с какого? Это Странно немножко То есть, видимо Намешали просто Из разных уровней Это что? Вот, вот, да И вот еще у меня В пиратских уровнях Были вот такие Которые подводные Но воды не видно Они полностью черные Такие тоже были Да Эй, я же попал Да я же попал Я же по ним попал Так, и снова у нас Что же будет в конце-то? Что же будет? Что ждет в конце? Еще ни одного уровня С этим А, вот Вот Уровень замка Вот, ладно Мог не брать на самом деле Так А уровень на самом деле Похож на 8-4 Там была Ить Вот как досадно-то Вот как досадно Только не говорите Что самое начало-но Нет Нет Все, не буду Все, ладно Смотрим дальше хаки Дальше смотрим Tetris Mario Довольно интересный хак Потому что здесь Переделали даже музыку Видите? Музыку Так Только что-то все как-то тупит Прямо вообще Вы что? Я что должен вот так прыгать что ли? Где Tetris? Должны палки снизу Сверху падать И всякое И придавливать меня Кстати Была игрушка На первый Playstation Tetris Какой-то там Или просто Tetris Там Я по-моему уже рассказывал Нет? Не помню Там был еще Эй Так Все, перезапускаем Перезапускаем Там был профессор И этот профессор Нужно было В общем его спасать То есть нужно было Он там ползал Под этими всеми фигурками И Сверху такие шипы Падали И нужно было Быстренько счищать И прочистить путь до выхода Чтобы профессор вышел И его не придавило Да вы издеваетесь Это еще Это еще Хуже Чем Мой уровень Are you really good at jumping? Еще одна Вариация Какого-то Special Mario Здесь у нас Марио Скорее похож на Марио И Super Mario Mario World На SNES Но только В 8-битом формате И тоже Видимо понадел Помните Там с большой головой Так убегал Прям совсем С большой головой То есть Марио всегда С большой головой А там прям Вообще большая голова И мне дает Кучу жизней Зачем? Потому что я умираю Постоянно Да? Вы из-за этого? И сказать Что я играть не умею Да? Да Вот как-то Все очень Тормозит Вообще То есть Это даже Не 30 фпс Это Это меньше И это явно Что-то Да-да Тормозит Игра И Ладно Сейчас попробуем Попробуем Что-нибудь из этого Сделать И Вот так И вот так Гриб бы дали Что-ли Так А в воду Я падать не могу Или могу? Забавно Прям тоже Как уровень И супер марио мейкер Выглядит Пятите дуротские Черепахи Да как же они Так Вот так Мы сделаем А здесь Я надеюсь Гриб Да-да-да-да Гриб Посмотрим на большого марио Ну большой марио Тоже Похож на супер марио ворлд И чуть-чуть На супер марио Брос 3 Но Больше все-таки На супер марио ворлд На СНЕС Сейчас на Джойтик Опять ругаться буду Рука устала прыгать Кнопку нажимать Так Ну камон Давай Давай Здесь как-то надо Не для этой динамики Уровень То есть Для супер марио мейкер Это Было бы без проблем Фух Так И что Что я прошел уровень Да-да Я прошел уровень Да Посмотрим что будет дальше Ну долго опять же Застраяться на этом Именно этом хаки Не будем Просто О Забавно Марио вылазит Вместо флага Так Ну че И традиционно Второй уровень У нас Пещера Ну конечно же Пещера И музыка Все Вот Я вообще Вот Этого не понимаю Как Почему Ну то есть Я понял Да Там Была планка Которая уехала Но во-первых Почему она уехала Мало ли что Так Давайте сейчас Вот Вот Что я возьму И пойду сюда Я же Нееет Я на нее Наступил Сами энергии мовер Да Ладно Идем дальше Супер Марио Брос Просто С какой-то Непонятной Цифрой Как-то У него Вообще Глюки Это Просто Набор Каких-то Безымянных Хаков Цифры У вас еще Голова не закружилась У меня уже Закружилась Так вот На Wii U Есть набор Мини-игр Называется NES Remix NES Remix Это по сути Такая Сборник Что ли Мини-игр На основе Оригинальных Игр Ну вот Супер Марио Все Но там Не нужно проходить Большие игры Там Нужно Сделать Какие-то действия Серии Собрать все Монетки Получить Топ На флаге Не получить Ни одного Повреждения Убить всех Врагов И все Прочее И Помимо Уровней Спроса Заданиями Там есть Уровни Где Всякие Помехи Типа Помехи Телевизора Там Цветами Что это Что это значит Ага И видимо Дальше Игра А это Видимо Конец Ладно Мы Переходим К другому Хаку Так Очередная Версия Но Теперь Уже Подводный Но Хотя бы Не тот Уровень Написано Почему-то Сложно Сейчас Мы проверим Насколько Это Реально Сложно Так Ну Пока Что-то Не сложно А Ладно Хорошо И Вот Потому что Не по той Траектории Я Вот Это знаете Когда люди Друг на Другу Идут И один Вправо Шагнул Другой Вправо Шагнул И Не могут Так Разойтись Хотя Надо Просто Разные Стороны Пойти Моя Ошибка А что-то Он А здесь Смотрите Здесь как будто Верх воды То есть Он выше Даже Не плывет Так Ну и ладно А что дальше Будет Смотрим Смотрим Что у нас Дальше Будет Ну По идее Я должен Проплыть Вы узнали Этот уровень Кстати По-моему Это Пять Какой-то С пятого Мира По-моему Это уровень Или С третьего С третьего Или с пятого И не потому Что ночь А потому Что По-моему С третьего Ладно Я не помню Точно Может С седьмого Это так Говорю Потому что Ночь Да Но Ладно Короче Точно Какой-то Уровень Из Тех Что Мы С вами Видели Так Ну и Честно Горя Надоело Мне Уже Так Вот Плыть Потому Что Ничего Не Происходит А Давайте Хоть Опа Видали Как Это Работает Хотя Были Рыбок Побольше Добавьте Что Ли А я Вспомним Что там Рыбка Летела Потому что В оригинальном Уровне Тоже Рыбка Летела Там Был Уровень Где Вот Так Начинаешь Тоже Ночь И Там Мост И Рыбка Летит Чип Чип Да Это Седьмого 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 Или Все Так Из Пятого Ну Не Из Третьего Точно Точно Не Третий Это По Мои Все Так Седьмой Седьмого Уровня Вот Такие Были Приколы Ушек Много И Вообще Много Ям Так Ну Ладно Давайте Тогда Дальше Еще Парочку Посмотрим Ну Сейчас Уже Здесь Не Интересно Свой Кирби Кирби Здесь У нас Вместо Марио Кирби Я Вот Был Обманут Музыкой Звучащей Обычно В воде А сейчас Не вода То есть Обычный Уровень Но Кирби Но Он Не умеет Засасывать Врагов Вообще Основное Свойство Кирби Это умение Засасывать Врагов И Да Скорее Все Он был Назван В честь Того Самого Пылесоса Вовсе Не Там Есть Еще Альтернативная Версия Происхождения Названия Согласитесь Странно Что Персонаж Который Появился После Сейчас Я перезапущу Согласитесь Странно Что Персонаж Который Появился После Появления Пылесоса И умеет Засасывать Врагов Получая Таким Образом Их сил Назван В честь Не пылесоса А чего То Другого Откуда Я знал Что Его можно Пнуть Я Пнул На Свой Страх Чекпоинт Хочу Чекпоинт Но Вообще Говоря Сами Игры Про Кирби Они Довольно Легкие В принципе Они Прикольные Местами Вот Мне Понравился На 3DS Кирби Triple Deluxe Planet Robobot Мне понравился Немножко Меньше Хотя Тоже Прикольное Но Triple Deluxe На мой взгляд Интереснее Хотя Planet Robobot Она Так Более Плавно Что Ли Работает Ну Какое-то Такое Вот Есть Ощущение Так Опускаемся В трубу Но В чем Суть Что Именно Простые То есть Изначально Кирби Разрабатывалась И персонаж И игры Как Такие игры Для игроков Которые Только Начинают Играть То есть Только Входят В мир Игр Им Еще Так Я так Понимаю Здесь А вот Звезда Вот Звезда Как Обидно Обидно Но Просто Я уже Подумал Что Здесь Все Одно И Тоже Потому Что Смотрите Я Хожу По Этим Облакам И В общем Ничего Не Происходит Вот Я Даже Я же Сверху Был Сверху Ладно Еще Смотрим Дальше Мега Марио Брос Я Запустил На самом Дальше 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 Марио С Мегамэном Здесь Марио Без Мегамэна Но Более Менее Такой Вроде Как Даже Сложный Уровень Поэтому Смотрим Пытаемся Пройти Так Ну С музыкой Разве Что Что Чувствуете Да То есть В музыку Добавлено То Что В ней Не Было А Вообще Уровень Переделанный Какой-то Из Оригинального Супермарда То есть Как бы Уровень Не Оригинальный Но И Не Совсем Полностью Копия Того Что Было В Игре Не То Чтобы Это Хорошо Там Или Плохо Ну Просто Как Факт Так И Не Объясна Все Да Я Помню Такой Вот Уровень Тоже Был В Оригинальном Супермарде Так Ну Что У нас Там Дальше Давайте 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 Следующий Уровень Быстрее Уже Хочется Играть О Да Ну А то Смотрите Какие Короткие Заставки Были В Старое Время Не То Что Сейчас Нам Поговорить Со Всеми И Такой Уровень Тоже Похожий Я Помню Не Совсем Такой Но Но Я Человек Сильно Не Старался Скорее Его Цель Была Просто Научиться Так Я Сейчас Вот Так Вот Потерял Грипп Но Не Потерял Достоинство Так Не Умер Самое Главное О А вот И Снова Грипп Видите Можно Было Не Париться Я Сказал Так Ну Давайте Мне Площадку Платформу Ух Надо Было Может Наверх Пойти Посмотреть Что Там Мало Личо Там Могло Быть Так Прошел А то Будете Говорить Что Я Не Один Ур Не Ле Я Это Снимаю Я Просто Показываю Что 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 Чтобы Играть В Супер Марио Мейкер Давно Давно В 80 Годах Нужно Было Взламывать Картриджи И В общем Таким Образом Не было Удобного Редактора Но Люди Как-то Извращались И У некоторых Получалось Хорошо У некоторых Получалось Не очень Некоторые Ограничились Тем Что Перерисовывали Одного Персонажа И пихали Его В тот Самый Уровень 4.4 Но С Я же Вот Я же Специально Так Надо было Вперед Вперед Чуть-чуть Что Это И как Жмем на Все кнопки Не работает Видите Оно не работает Оно Оно уже Чекпоинт Вот так Поставили Хак Под названием Марио Тауэр Первый Этаж Видимо Мы здесь Ооо Смотрите То есть Реально Сделано Ну Прям Чувствуется Серьезный подход К делу Серьезно Да То есть Это прям Я кстати Делаю уровень Для супер марио мейкера Что ж такое Ну кстати Мы за луизу Сейчас играем Замечки Делаю уровень Для супер марио мейкера Где Марио Надо будет Карабкаться На большую Башню И Решать По ходу Этого Много Различных Вопросов Немножко В глазах Ребят От этой Сетки Нет Откуда Кстати Музыка Это Собственная Какая-то У авторов Хака Музыка Или Они Где-то Взяли Потому Что Она Как будто Даже Что-то Напоминает Или Нет Или Нет Так Оо Двери Но Как бы На самом деле Не двери Заметили Да Вообще Вот Такие Есть Похожие Замки В супер Марио Брос 3 Да Малевая вещь Надо у Супер Марио Мейкер Так Сделать Ряд Из Пушек И Чтобы На каждой Высоте Что-то Стреляло Вот Я знал Что так Произойдет Вот Я Прям Копчиком Чувствовал Понимаете Так Ну ладно Давайте И Я Прохожу Эту Дурацкую Пушку И Не Сказать Что Стало Сильно ЛЕ Че Всегда Была Проблема Именно Почему-то В оригинальном Супер Марио Но Тоже Я говорю Сейчас Все-таки Выше Точность Прыжков Сейчас В современных Играх Когда Вот такая Ситуация Когда Там Узкое Пространство И По нему Уходит Враг Сейчас Сложнее Почему Раньше Было Ну Как-то Все-таки Полегче То есть Наоборот Сейчас Полегче А Раньше Было Посложнее Так Как же Все Тупит Как же Все Дормозит Здесь Из-за Того Что Я думаю Нарисовали Много Фона Обычно Все-таки Как Это По глупости Случилось Обычные Игры Для Несса Восьмибитные Не использовали Так много Фона Тем более Что здесь Это явно Избыточно Ну То есть Поскольку Фон Все равно Везде Одинаковый Можно было Его Не прорисовывать Так Стреляющий Огнем Кстати Смотрите А вот это Интересно Ведь В самом Супер Марио Брадер Таких Врагов Не было Нет Были Были Да Там Цветы Тоже Умели Стрелять Да Были Были Я опять Умирую Инерция Очень большая После прыжка Так Ну все Смотрим Последний Хак Какой Нибудь Айс Марио Марио На льду И Только Лед Вот Не скользкий Я Ожидал Что Лед Будет Скользкий Но Что-то Льда Нарисовали Много Заметьте То есть Реально Графика Именно Переделанная Так И он Почему-то Прыгает Вот Прыгнул Сейчас Вот он Подпрыгивает На этих Черепах Выше Чем Обычно Серьезно То есть Вот Он Обычно Так Не прыгает Видимо Автор Рисовал Уровни Адски Сложные И Хотел Сделать Лед Скользким Но Не Сделал Его Как Я Это Прошел Как Что Это Было Ох Дайте Гриб Не Ну Серьезно Мужики Так Ну Я Думал Я Думал Что Здесь Уже Флаг Нельзя В Марио Рисовать Вот Такую Восходящую Лестницу Что Самый Начал Уровень Что Что Издеваетесь Если Бы У меня Еще Все Так Не Тормозило Ну Вот Ну Ладно Как Я думаю Что На этом Я Закончу Все Эти Хаки Я Скачал С сайта Emuland.net Который Еще Ну В общем Не раз Давал В комментах И Здесь В описании Вы найдете Этот сайт Вы можете Скачать Все эти Хаки С Марио Попробуйте Их Сами И Заодно Скажите Запустились Ли у вас Хаки Например Ски Марио То есть Которые Я хотел Показать Но он Не запускается Ни на одном Эмуляторе К сожалению Может быть Он запустился В инаком Дженессе Под винду Попробуйте Вот И Напоминаю Что Каждое воскресенье Я снимаю Супер Марио Майкер Каждый Вторник Я снимаю Игры с Марио А по четвергам Я сейчас Снимаю Прохождение Супер Марио 3D World Также На данный Момент Я уже Уехал В командировку И Потом Поеду В отпуск После командировки Через какое-то Время Поэтому Сейчас Все видео Я снимаю Заранее Чтобы Не оставлять Свой канал Без видео Чтобы Не терять Регулярность Чтобы Видео Точно Также Выходили Так что Никуда Не пропадайте Обязательно Подпишитесь На канал Чтобы Не пропускать Новые Интересные Видео Обязательно Поставьте Лайк К этому Видео Не забудьте И спасибо Что смотрели С вами был Денис Мейджор И до новых Встреч Пока